глаза боятся а руки делают говорят в народе это просто удивительно сколько всего нового появляется в беларуси и могилевской области в последнее время а в ноябре самый настоящий бум ввода в эксплуатацию тех или иных объектов и вот почему свое время в беларуси было принято решение продолжить традицию отмечать праздник 7 ноября как день октябрьской революции глава государства александр лукашенко убежден что она была верным и страна от этого только выиграла вот что президент сказал журналистам на одной из встреч надо же как-то людям объяснить зачем нам этот праздник и тогда я предложил суши ну давайте вот в советском союзе было это не только к этим праздникам и другим подарки народу 27 ноября будем заканчивать социальные объекты стройки и будем народу дарить эти подарки поэтому была такая идеология этого праздника предложены и опять словах президента забота о людях именно поэтому у нас народный президент с тех пор подарков было немало государственному празднику принято открывать новые больницы школы дороги даже белорусская атомная электростанция стала таким подарком и всем от этого только хорошо а ведь на территории бывшего советского союза только две республики остались верны этому празднику 7 ноября эта республика беларусь и кыргызская республика красный день календаря напоминание нам о том что белорусский народ получил право на самоопределение именно октябрьская революция привела к тому что на политической карте появилась беларусь белорусская советская социалистическая республика восьмичасовой рабочий день равные права мужчин и женщин это тоже завоевание октябрьской революции минуло более 100 лет с момента событий великого октября а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы сегодня подавляющее большинство население земли стремится к социальной справедливости равенству но многие страны до сих пор сталкиваются современными формами эксплуатации и угнетения культурной экспансии экономическими санкциями и политическим шантажом но это наша история ее не перечеркнешь ее не перепишешь тот кто пытался переписывая бросить камень в прошлое получал этот камень в настоящий о да тех в кого отрикошетил камень предостаточно к сожалению не все по советской республике смогли справедливо оценить достоинства советской эпохи прибалтийские страны не называют события 1940 года иначе как оккупация или аннексия в конце 2020 года украина отчиталась о необычном достижении стране были обнаружены и снесены последние два памятника владимиру ленину практически по всей периферии бывшего советского союза в начале 90-х демонтировались памятники ленину и другим вождям коммунистического движения в таких странах как азербайджан латвия литва казахстан эстония был запущен так называемый процесс деколонизации несмотря на то что советский опыт был казалось общим для всех республик входивших состав советского союза каждая из них выбрала свой формат взаимодействия советским наследием и речь здесь не только о проведении или не проведение масштабной декоммунизации но и об осмыслении роли советского периода своей собственной истории наш президент поступил мудро празднование этой даты это не только про нашу память которая важна и должна быть сохранена это еще и про то лучшее что так бережно сохранила беларусь под руководством своего мудрого истинно народного лидера бесплатное медицинское обслуживание бесплатное образование которое доступно для всех слоев общества социальные гарантии для работающих молодежи и пенсионеров государственная поддержка предприятий и высокая ответственность государства за экономическое благополучие народа все эти принципы построения современного социального государства пришли к нам из такого далекого и одновременно близкого советского прошлого и мое глубочайшее убеждение историческим наследием разбрасываться нельзя препарат беларусь под руководством своего муниотворения способствует плохого и древнением поискepарат беларусь под руководством социальных лидер еб区 бизнес еб